Дом номер два в поселке Дубки разваливается на глазах. Крыша сыпется, стены в трещинах, пол осел. Семья Калининых в нем живет уже 28 лет. С Дубков не хочется уезжать, а так, само собой, быстрее бы с этого жилья уйти. Семья Ларисы Федоровны состоит из восьми человек – сына, дочери и пяти несовершеннолетних внуков. Кроме Калининых, в этом доме проживает еще четыре семьи – всего 22 человека. Дом был признан непригодным для жилья, но на территории Кубинского поселения свободный муниципальный жилищный фонд, куда можно было бы переселить людей, отсутствует. Поэтому глава городского поселения Кубинка Павел Здродовский обратился за помощью к Андрею Иванову. 11 марта этого года Совет депутатов Одинцовского муниципалитета принял решение переселить семьи в новостройки за счет средств района. Я, честно говоря, чувствовал себя все время очень, так сказать, неловко в связи с таким состоянием вашего дома. Но, слава Богу, мы нашли возможности переселить вас в новый дом, в хорошие квартиры. Ключи от новой квартиры торжественно вручили и дочке Ларисы Калининой. Семья переедет в трехкомнатную квартиру с современной отделкой в дом новостройку номер 8 по Нарафаминскому шоссе. 28 лет живу там, в этом бараке. С одного переселили в другой. Ничем не лучше. Сейчас все сыпется, валится. Я очень рада, что дали такую квартиру. Не ожидала, конечно, но спасибо большое нашей администрации. Очень рады. И дети мои будут рады. О семье Белоглазовых вручили две связки ключей. Спасибо. С новосельем также можно поздравить семьи Мазуниных, Серяковых и Ниткач. Они тоже переедут в новостройки. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.